мир вам с вами андрей росток вначале хочу сказать чтобы понять это видео советую вам просмотреть весь мой плейлист в м в верующие мало времени сначала где подробно шаг за шагом я за излагаю ход своих мыслей и так в чем же главная причина заблуждения церкви сегодня это широкий путь существует такое понятие что широкий путь это вседозволенность то есть делать все что хочется а узкий путь это запрет или консервативность чтобы ничего лишнего не делать так вот это неверное понятие наоборот писание написано познайте истину если сделать вас свободными указывая на легкость и позволительность этого пути к примеру возьмите иисуса христа его взяли фарисеи и распыли как раз таки не за консервативность а наоборот за то что он позволял себе многие вещи такие какие они не могли себе позволить потому что считали это грехом однажды я со своей женой находился в городе филадельфия выпал глубокий снег и по дороге было невозможно идти но недавно приехала машина оставил две колеи я попытался женой пойти вместе одной колеей и это у нас не получилось так как путь был слишком узким поэтому мне пришлось идти одной колеей а жене другой это наглядно объясняет причину почему узким путем невозможно идти вместе это потому что по нему может идти только один человек и так применительно к сегодняшним церквам это значит что любой христианин независимо от понятия в каком бы учении или в какой бы семье не находился он должен сам вникать в писание и сам принимать решение в своей жизни то есть идти христиане соглашается с этим и говорят что я иду только за иисусом не иду за кем-то другим а только за ним но на деле большинстве случаев это не так если и не идет христианин за большинством мира сего то все же идет за своими родителями за своими братьями сестрами за большинством церкви или еще вернее сказать за своим пресвитером и часто то что говорит пресвитер принимается без рассуждения это конечно нравится пасторям но это не угодно богу потому что очень много лужа учений проникло в церкви а именно из-за этого возьмем яркий пример умывания ног кто-то моет ноги а кто-то не моет и казалось бы что это так потому что каждый сам пришел к такому выводу но я заметил такую закономерность что в одной части украины не умывали ноги а в другой части умывали расхождение было на уровне целых областей что указывает на то что одни приняли учение одного человека воронаева а другие приняли учение другого человека забыл уже его имя и выходит что лично каждая церковь на эту тему глубоко не вникала а как приняли так и жили если бы от чистого сердца непредвзято вникали в это учение то по крайней мере каждая церковь делилась бы на половину где одни члены церкви понимали бы так а другие иначе так возьмите любой другой вопрос то ли иные языки то ли суббота то ли харизматия почему-то все сразу одинаково исповедует что говорит о том что не изучает каждый лично писание а просто идет за толпой широким путем так вот вследствие это ухождение широким путем и нежелание быть белой вороной нежелание быть гонимым за слово божие церкви и пошли в заблуждение одно из таких заблуждений является то что говорят что ихний синодальный перевод библии а также английский короля якова является точным что каждая точка запятая или буква на все сто процентов есть таковыми как сказал иисус в оригинале и как следствие не изучаете не докапывается до истины в оригинальном тексте если это так так возьмите же оригинал и проверьте откройте этот греческий оригинал текстус рецептус из которого переводился русский синодальный перевод библии и английский перевод короля якова и сравните их обои ведь переводились с одинакового источника если не хотите иначе с греческого то тогда откройте деяния апостолов 8 39 где написано что дух святой сошел на евнуха и сравните это же место в английском переводе когда же они вышли из воды дух святой сошел на евнуха а филиппа восхитил ангел господин и евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь то есть и когда они вышли из воды дух господин восхитил филиппа так что евнух уже не видел его и он пошел дальше радуясь вы видите что здесь большая разница в английском переводе написано что дух святой восхитил филиппа но не написано что сошел на евнуха это указывает на то что здесь каком-то из переводов кроется большая ошибка и это категорически опровергает вашу теорию стопроцентной точности и таких мест очень много особенно это видно в псалмах и в старом завете меня удивляет тот факт что я однажды сказал об этой проблеме одному старцу и тот ответил что синодальный перевод есть точный а значит перевод короля иакова не точный я спросил а почему именно же синодальный перевод правильный а не английский и он ответил потому что наши братья сидели в тюрьмах и страдали за слово божие им бог бы открыл если что не так и так понимает большинство христиан я также спрашивал и относительно другого вопроса о крови иисуса христа на хлебопреломлении вино или виноградный сок не так ответил человек который сейчас уже епископ но тогда еще не был епископом так наши братья нас научили а они сидели в тюрьмах и поэтому мы им доверяем так вот друзья я думаю что вам будет трудно американцев убедить что их не перевод библии неправильный ваш правильный лишь только потому что ваши братья сидели в тюрьмах да и вообще логически подумать это даже звучит смешно принимать точность перевода не на основном сравнении с оригинальным текстом она основе того что кто-то сидел в тюрьме будучи сторонником этого перевода может вы спросите меня а как же та история о том что 70 переводчиков посадили в отдельные комнаты и они слово в слово буква в букву перевели в точности текст на синодальный перевод так вот это прямом смысле этого слова есть выдумка и обман если кто знает тот первоисточник или того и первого человека от которого эта история вышла то объявите его лгуном и обманщиком потому что такого просто не было не могут все 70 переводчиков одновременно делать такие громадные ошибки и одинаковых местах я проверял на интернете и нашел что эта история есть вымышленная нашли компьютерных переводчиков можно очень легко проверить то или иное слово перевод на другой язык всего лишь найдите этот греческий оригинал найдите это слово или стихи и переведите его это конечно зовет у вас немного времени но тем не менее вы сами убедитесь что я говорю вам правду я говорил нашим епископам некоторым переведите библию непредвзято из того же самого тексту рецептус но они не хотели да и самоопределение оригинала это также сложный вопрос потому что есть несколько греческих оригиналов нового завета не только тексту рецептус но некоторые другие но это уже другой вопрос перевод должен быть непредвзятый чтобы баптисты не перевели на свою сторону пятидесятники на свою харизматы на свою субботники на свою и так далее но поэтому желательно нанять людей вообще не знающих библию и чтобы они непредвзято перевели ее нам я же весьма сомневаюсь что братья на это пойдут потому что если за какие-то маловажные неточности они не хотят менять свое учение то тем более при полном правильном переводе окажется весьма много слов и мест библии которые фундаментально изменят учение церкви они на это конечно не согласны пойти потому что следует не за истины а за тупой забегая наперед скажу вам пару таких мест у библии нету креста но есть столб нету слова церковь а есть вызванные нету вина на хлебопроломлении но есть виноградный сок нету пастырей а есть присвятера или старейшины и так далее будущем я намерен более подробно поговорить об некоторых из этих самых важных извращениях современного перевода библии да будет слава нашему господу отцу всемогущему спасителю помазаннику и святому духу навеки аминь